Здравствуйте, уважаемые телезрители! Дмитрий Викторович, я уже сказала в начале нашей программы, что этому проекту вообще всего 6 лет и в нашем крае он реализуется 3 года. Напомните нашим телезрителям, в чем он заключается, с чего он начался и как вообще происходят основные этапы реализации. Национальный проект «Производительность труда» запущен в Российской Федерации с 2018 года, с конца 2018 года. Первые регионы в него вошли в 2019. Мы пошли таким размеренным шагом, посмотрели на плюсы и минусы, на ошибки, достижения других регионов и вступили не с самого начала, а в 2021 году, когда в марте провели большое серьезное мероприятие для потенциальных участников национального проекта, и к нам в регион приехали первые коллеги регионального федерального центра компетенции для проведения адресной поддержки на тех самых первых предприятиях, которые подали заявки. Это были Дальнаргамаш, Амурский судостроительный завод, Вымпел в Амурске, Амурсталь в Комсомольске и Хабаровский судостроительный завод. Вот первые несколько предприятий, которые получили эту самую главную часть национального проекта – адресную поддержку. С тех пор достаточно много уже действий было произведено. Мы абсолютно успешно развернули всю необходимую инфраструктуру для реализации национального проекта, создали оригинальный центр компетенции в главе с директором, набрали штат толковых сотрудников, обучили их в течение не менее чем 9 месяцев и вышли уже на самостоятельную реализацию. На сегодняшний день в крае уже 38 предприятий получили или заканчивают получение адресной поддержки с достаточно серьезными результатами, даже те, которые, возможно, мы и не предполагали по росту производительности, по снижению незавершенного производства, по сокращению времени протекания процессов, которые говорят, что на десятки процентов улучшаются эти самые показатели. А Вы можете сказать, сколько всего предприятий приняло участие в Вашем проекте? 38 уже закончили или завершают до конца этого года, и у нас остается еще 9 вакантных мест для того, чтобы успеть начать в этом году или в самом начале 2024-го и завершить их до окончания 2024-го, пока еще до времени окончательного прекращения действия национального проекта, до момента его объявления, о его продлении. В рамках действия национального проекта существует множество различных преференций, различных мер поддержки для представителей бизнеса. Какие из них наиболее востребованы у нас в Хабаровском крае? Дело в том, что самая главная, важная экономическая часть национального проекта «Производительность труда» — это как раз таки адресная поддержка, когда выходят руководители проектов, создается рабочая группа, как глубинным образом исследуется все предприятие на предмет поиска определения потерь неэффективно выполняемых производственных и офисных процессов, составляется целевое состояние и определяется вместе с руководством и собственниками тот вариант, который устраивает все стороны, то есть к которому можно за определенное время достаточно быстро и эффективно добиться, прийти к нему. То есть не весь рынок, как говорится, охватить, а может быть его значимую часть не в три раза прирастить в объем производства, а в два раза. Не в три раза сократить издержки, как минимум вспомогательные и не связанные с прямой себестоимостью, а, например, в два или в полтора раза. Но то есть все равно кратно стать лучше, нежели это предприятие было до вхождения в национальный проект, до подачи заявок. То есть получается, а при реализации этого проекта подход к каждому предприятию абсолютно индивидуален? Дело в том, что есть универсальные инструменты, которые применяются в любом случае, это картирование, изучение всех процессов, раскладка на секунды всех выполняемых операций. Чаще всего исследуется диаграмма спагетти, так называемая, по перемещению, исследованию перемещения полуфабриката в процессе производства или оказания услуг. А вот именно инструменты улучшения, они точно всегда разные. Мы их насчитываем приблизительно, ну скажем, 70, которыми обладают наши руководители проектов Федерального и Оригинального Центра Компетенции. Но применяется за то время, пока отпущено на адресную поддержку, приблизительно от 3 до 5-7 может быть. Разная комбинация, разная последовательность, но совершенно точно те, которые обязательно подходят и принесут наибольший экономический эффект для каждого предприятия. То есть можно, наверное, сказать кратко, что представители регионального центра компетенций, выходя на предприятие, делают анализ и потом предлагают руководителям предприятия какое-то свое решение. Каким образом предприятию можно поучаствовать вот в этом проекте и какие могут быть выгоды? Я немного вас поправлю. Дело в том, что когда предприятие подает заявку, оно уже является участником. И не руководитель проекта предлагает некоторые инструменты или советует, а создается рабочая группа из собственников, руководителей, начальников цехов, самых ключевых сотрудников, которые точно влияют на принятие решений. И вместе с ними вырабатывается программа улучшений. Вместе. Ни в коем случае не за них, не вместо, а вместе. А бывают случаи серьезных споров, например, между представителями предприятия? Всегда. Всегда. То есть нет такого? Никогда не бывает гладко. Всегда сначала происходит стадия отторжения, неприятия, споров. Бывает, ну, как говорится, на повышенных тонах. Потому что люди привыкли работать так, как они работают годами и десятилетиями. Им удобно, им комфортно. Пусть неэффективно. Пусть, извините за слово, абы как. Но эта привычка, вошедшая вот уже в размеренный ритм жизни предприятия, она как раз таки является первопричиной неэффективности. И мы предлагаем по-иному на себя свежим взглядом взглянуть, посмотреть на свои неэффективности, увидеть потери рабочего времени, сотрудников, оборудования, транспорта, перемещения полуфабрикатов, входа готовой продукции и отгрузки, входа готового сырья и отгрузки готовой продукции. То есть всех стадий производственного, логистического или иного процесса для того, чтобы определить, где потери и как их правильно устранить. Я думаю, что, наверное, вот подобная работа, она и приводит к действительно значимому результату. То есть работа такая, когда идет спор. Вы правы совершенно, но тут еще нужно понимать, что мы не приходим только лишь ради одной адресной поддержки. Давайте назову еще немаловажные составляющие того успеха, который достигает каждое предприятие. Ведь с проектом всегда еще сопутствует с адресной поддержкой системные меры, руководителем которого регионального проекта я являюсь. Это обучение лидерам ПРО для высшего менеджмента, обучение внутренних тренеров обязательно. Минимум двух человек оставляем за собой для проведения в жизни дальнейших всех знаний по обережливому производству. Дальше обучение абсолютно всех членов коллектива тем знаниям, той базе данных, которая есть на портале производительность.рф. Абсолютно для всех открытая паза вот этих самых разделов бережливого производства, которые целесообразно знать тому или иному предприятию в разной комбинации. Дальше фабрики процессов, офисная и производственная в стенах нашего регионального центра компетенции. Для всех желающих, даже не для участников национального проекта, мы всегда ждем различные группы студентов, уже школьников принимали, преподавателей, чиновников. Предприятия различных форм собственности, даже которые формально не соответствуют критерию вхождения на национальный проект. Следующее, движение рационализаторов, движение наставников, финансовая поддержка для предприятий производственной сферы. Очень большой объем работы. Еще одно скажу, позвольте я уже почти закончу эту мысль. Появилась новая мощнейшая опция, портал эффективность.рф. Он как раз таки открыт для участников национального проекта, для того, чтобы подавались заявки. И наши коллеги федерального уровня помогали отстроить IT-вопросы абсолютно бесплатно. И вот это все, что я вам назвал, это полностью бесплатно для всех предприятий. Можете себе представить? Ну да, это, я думаю, серьезная такая помощь. Игорь Иванович, расскажите, вы как раз были участником заседания при рассмотрении итогов работы одного из предприятий, участников проекта производительности труда, Дальневосточное производственное объединение «Восход», которое находится в поселке Ильбан. При реализации проекта производительность труда, это предприятие, когда началась у него реализация этого проекта? Достаточно длительный срок? Какие результаты этой работы? На площадке законодательной думы Хабаровского края мы рассматривали разные национальные проекты. И одним из проектов, то есть рассматривался национальный проект «Производительность труда». Хотел бы отметить, что докладчиком выступало у нас Министерство экономического развития Хабаровского края в лице Дмитрия Викторовича. Мы были вовлечены в данный процесс, естественно, заинтересовались, как это происходит уже на местах, непосредственно на предприятиях Хабаровского края. И мне так повезло, что я стал участником подведения итогов на предприятии Дальневосточного производственного объединения «Восход» в поселке Ильбан. Хотел бы отметить, что это моя маленькая родина, с которой я вырос. И, естественно, участие в данном проекте производственного объединения вызывает определенную гордость у меня. В процессе подведения итогов познакомились с командой, которая реализовывала национальный проект «Бережливое производство». Мы проехали в ЦХ, посмотрели, как произошла модернизация производства на Дальневосточном объединении «Восход». И хотел бы отметить, что та эффективность реализации данного проекта вызывает тот огонек не только у самих работников данного производства, но и руководителей данного предприятия. То есть вы сами увидели своими глазами, что реализация этого проекта действительно помогла предприятию в работе? Да. И хотел бы отметить, что все-таки данный проект или производительность труда – это было критерием основ советского периода производства. И с учетом распада Советского Союза, с учетом реорганизации, сокращения, мы вымыли практически тот кадровый потенциал, который знал и умел той производительности тех моделей для эффективного производства продукции. Самая главная цель производительности труда – это обучающий процесс. И конкретно здесь заключается в том, что сформирована команда, которая проходит процесс обучения, устанавливается за ним куратор, который отвечает за данное предприятие, анализируется весь процесс, который связан с производством того или иного продукта. Вот далее оптимизируются и смотрятся точки неэффективного производства и моделируется модель его эффективности, то есть оптимизации тех несвойственных затрат, то есть временного промежутка времени, каких-то материальных затрат или иных затрат, которые доводят данное производство до эффективности с учетом уменьшения человеческих затрат, то есть человеческого капитала. Ну и в результате, естественно, это приводит к экономическому росту. И мы по результатам данной поездки, вот я для себя подчеркнул, что производство, реализация данного национального проекта привела к эффективности, то есть к выпуску дополнительной продукции на единицу времени. Тем самым, естественно, это экономический потенциал или положительные моменты в предприятии. Ну и тем самым это дает определенный эффект для субъекта и в целом Российской Федерации. Ну конечно, я думаю, как раз вот эти моменты все, то, что предприятие видит непосредственно выгоду, то, что люди, которые работают сами, не только руководство, но и сами сотрудники видят эту выгоду, и являются причиной того, что уже более 5000 компаний по всей стороне стали участниками проекта производительность труда. Все правильно. Давайте я еще допомню цифрами ответ Игоря Наневича, прокомментирую, что главной задачей нас, как Министерства экономического развития, организаторов национального проекта, было обеспечить не полугодовую поддержку, а такую расширенную, так называемую, годовую поддержку со стороны Федерального Центра Компетенции. И мы договорились о приезде в наш край одного из самых толковых, талантливых, не побьюстого слова, способных руководителей проектов, Карпова Максима Викторовича, который просто со всей душой, со всеми его знаниями, открытостью отработал эту задачу на ДВП «Восход», и цифры говорят сами за себя. Насколько увеличилась производительность? Сейчас отвечу. На момент начала работы руководителя проектов на предприятии в конце 2022 года, в том цехе, на который заходил первоначально руководитель проектов, там была достаточно высокая доля ручного труда, и перемещение полуфабриката от одного рабочего места к другому производилось в одном цехе около восьми раз вручную. Люди, а чаще всего это женщины, переносили коробки приблизительно по 6-8 килограммов, состоящие из так называемого эмуласта, в простонародье колбасы, взрывчатки, для того, чтобы передать на следующую стадию производство. Когда наш коллега руководителя проектов показал эту высокую долю ручного труда, нашли решение, каким образом минимальными решениями автоматизировать, минимальными усилиями, конечно, решить эту самую задачу. И теперь продукция перемещается, по сути дела, по склизам, чего не было раньше между рабочими местами, и люди не носят спину, не надрывают в процессе производства, продукция перемещается чуть ли не автоматически. Соответственно, производительность труда выросла приблизительно на 30%, выработка возросла в этом только цехе на почти 20%, и, соответственно, руководство пошло грамотным путем, при сдельном оплате труда не стали пересматривать расценки, и теперь те работники, которые, например, в шестером обеспечили один объем выпуска продукции до начала национального проекта, до реализации, теперь меньшими силами в четвером обеспечивают больший объем. Соответственно, при таком подходе заработная плата возросла с приблизительно 40-45 тысяч рублей в месяц до 60-65 тысяч рублей в месяц. То есть все абсолютно категории работников предприятия, и руководство, и сами сотрудники поняли вот эту пользу от национального проекта. Давайте еще добавлю, что не только в прямом стимулировании роста заработной платы заключается как раз таки итоги национального проекта, но руководство пошло дальше. Коренным образом пересмотрели условия труда, поставили пластиковые окна, заменили двери, ликвидировали все сквозняки, правильным образом организовали размещение рабочих мест в цехе, и теперь практически нет уходов людей на больничные. Далее пересмотрели места пунктов приема пищи, социальные бытовые услуги, конечно. Прошу прощения, места общего пользования, те, которые тоже должны быть в идеальном порядке. И теперь люди куда больше охоты идут на рабочее место, на работу, для того, чтобы там зарабатывать больше. То есть проект изменил не только сам процесс производства, но еще множество остальных процессов, которые находятся рядом с процессом производства. Оказываются действиями до эффективности этому процессу. То есть комфортно принять пищу или отдохнуть, или принять душ, естественно, способствует той производительности, эффективности труда. Да. Национальный проект «Производительность труда» — это инициатива президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Какова миссия региона нашего, Хабаровского края, в реализации этого проекта? Насколько, по вашему мнению, Хабаровский край справляется с ней? Абсолютно правомерный вопрос. И наша задача здесь, Хабаровского края, ну как минимум, как говорят, не ударить в грязь лицом при реализации национального проекта, быть точно в составе передовиков по методам его ведения, по его реализации, чтобы все планы и задачи вовремя исполнялись с должным качеством. Но для этого должны быть участники, для этого должны быть вовремя поданы заявки, и желание предприятий включаться в национальный проект, действительно на себе испробовать реализовать вот эти самые преимущества и новшества, которые предлагает, собственно, сам национальный проект. И если вы меня даже не спросите, то я всегда об этом говорю, как говорится, с болью в сердце, о том, что, к сожалению, на сегодняшний день мы находимся практически все время в графике отставания по поданным заявкам. То есть нет очереди из желающих, несмотря на все эти сумасшедшие плюсы, которые национальный проект предъявляет в качестве результатов. У нас из 329 предприятий, вот я, как уже говорил, 38 подали заявки, либо находятся в процессе реализации, а все остальные пока еще думают, размышляют, сомневаются, подавать или нет, заходить или нет. Вот это является оборотной стороной успеха, или то, о чем все время следует говорить, и призывать заходить на сайт производительность.рф, подавать заявки, становиться участником, и в полной мере на себя ощущать эти самые преимущества, которые даются национальным проектам. Вот что бы вы пожелали предприятиям, которые пока еще думают, участвовать им или нет? Ну, собственно, это вытекает из моего предыдущего спича о том, что нужно прекратить сомневаться, и действительно от разговоров, что мы великие, хорошие, мощные, развившиеся чудо-стикши, и сами все знаем, да, и не мешайте нам работать, все в таком духе, прекращать эти вот уже пустые разговоры, а действительно быстрее прям сегодня подавать заявки для того, чтобы действительно по-настоящему вот прям стать лучше, чем они же вчера. Игорь Иванович, а что вы бы хотели пожелать предприятиям, которые еще не вовлечены в проект? В предстоящий год, 2024, президентом Российской Федерации объявлен Годом Семьи. Губернатором Хабаровского края Михаилом Владимировичем Дегтяревым Год Молодежи. Так я все-таки обращаюсь к тем предприятиям, которые уже вовлечены в процесс реализации национального проекта, что, естественно, бережливое производство направлено на сохранение родителей, детей, и тем самым, естественно, эта транспарентность происходит на семью. Вовлечение семьи дает возможность эффективного производства в реализации национального проекта. А увеличение доходов идет к... Улучшение материального благосостояния семьи. Да, и увеличение членов семьи тоже. А те, кто еще не вовлечен, хотелось бы присмотреться к молодежи, войти в национальный проект, привлекайте, это будущие кадры. А кадры это все на территории Хабаровского края. Спасибо большое, спасибо, что вы выделили время, пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы смотрели телеканал 6 ТВ, актуальное интервью, оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»